Здравствуйте, с вами сегодня опять Деда Саша. Сегодня я спасаю ситуацию. У меня есть лимоны. У меня есть лимоны, которые выросли, которые немножко с одной стороны начали портиться. Я их просто подрезал. И у меня осталась сама мякоть лимона. Можно, конечно, использовать цедру, но я решил, что я сегодня из умеющихся лимонов сделаю пирог. Для того, чтобы это был не только лимонный пирог, его я попробую показать в другой раз, я покажу, как я готовлю яблочно-лимонный пирог. Беру ёмкость. Разбив два яйца, я добавляю к ним сахар. Во многих рецептах указывается, как правило, намного больше сахара, чем того требуется для пирога. Я считаю, что даже с учётом лимона, чуть-чуть больше полстакана хватит за глаза и за уши. Или это за уши и за глаза. Смысл в том, чтобы пирог не был сильно сладким. Если он будет сильно сладкий, то все наши диеты, к которым мы все так сильно стремимся, будут лишними. Сегодня у нас есть спонсор программы. Это семья Хальфорд, Александр и Инга, которые предоставили мне этот прекрасный блендер. Я смешиваю блендером яйца с сахаром. Прекрасно. Я добавляю обычную бандку сметаны. Это 200 грамм. Я не буду говорить, чья это сметана. Они не являются нашими спонсорами. И точно так же блендером смешиваю сметану с яйцом и сахаром. Я стараюсь делать это аккуратно, чтобы вся сметана не летала под сейку. Это не очень сложно, но очень аккуратно. Повторяйте за мной. И у вас получится превосходный пирог с яблоками и лимоном. Дальше я добавляю сюда афката фия. Беккен пауга. То бишь обычный разрыхлитель. Есть люди в Советском Союзе или сегодня в России или других странах, которые говорят, что, во-первых, меняется вкус. Во-вторых, лучше бросить соду по старинке. Можно погасить. Гасить не надо. У нас есть сметана. Я предпочитаю кинуть уже известный мне разрыхлитель. Опять же, компанией, которая может стать нашими спонсорами. И дальше я начинаю подсыпать муку. Я ее тут же разрыхляю. То есть, я кидаю ее в сито. Крупное, мелкое, это не столь важно. Я не могу вам даже точно сказать, сколько. Приблизительно это получится стакана полтора. Нужно не переборщить. Если переборщить, то тесто будет густым. А нам нужно, чтобы оно было как хорошая сметана, жирная. Но, то есть, чтобы тесто текло. Если этого недостаточно, и часто этого недостаточно, то сюда желательно добавить масло. Масло я растворил в микроволновке. Тут приблизительно грамм 80. Если масла не хватает, то всегда можно добавить еще сливочного или растительного масла. Это все зависит от вашего вкуса. Если мне кажется, что тесто густое, то тогда можно добавить другой вид масла. Но я считаю, что так как у меня имеются лимоны, а лимоны сами по себе дадут сок, то не нужно бояться. Вот это консистенция теста, которое я приготовил. Теперь мы делаем начинку. Вдоль начинки я запускаю печку, духовку приблизительно на 170-180 градусов. Вот я нарезал лимоны. Лимон нарезан, но лимон дает сок. Я рекомендую этот сок немножко слить в сторону, потому что иначе все это поплывет внутри пирога. Я его слил в сторону и нарезал несколько видов сухофруктов. Это изюм, сухая клюква и курага. Смешиваю их. Смешиваю, беру обычную ложку и перемешиваю. Это даст дополнительную вкусовую гамму. И смешиваю со своей начинкой. Имея эту начинку, я перемешиваю вместе с собой. Но у меня еще нет главного компонента. Это яблоко. Яблоко тут лучше всего брать с моей точки зрения сладких сантов. Соответственно, яблоко нужно почистить. Я не знаю, как вы, но я предпочитаю, чтобы, во-первых, начинки было больше. Во-вторых, я предпочитаю снимать отсюда кожуру, потому что есть пироги, где кожура очень хорошо используется и дает свой вкусовой оттенок. Но мне кажется, что в данном пироге оно немножко будет мешать, потому что у меня имеется курага, изюм, которые и так будут попадать на зуб и на язык. И, соответственно, кожа. яблоко будет лишним. Итак, я нарезал, я почистил яблочки, теперь мне их нужно нарезать. Для того, чтобы нарезать яблоки, их можно резать, конечно, на дощечке. Можно использовать какое-нибудь приспособление. Способ нарезки, он исключительно ваш. Но я предпочитаю резать крупными квадратиками, чтобы яблоко чувствовалось внутри пирога. Для того, чтобы нарезать квадратиками, я беру одно из приспособлений и вы видите, у меня яблоко даже больше приспособления. И, используя его, я довольно быстро нарезаю яблоко на довольно крупные квадраты. таким образом у меня получаются ровные красивые квадратики, которые будут очень хорошо попадаться на язык и придавать вкусовые ощущения моему пирогу. которые, конечно, я не буду есть один, а повезу гости к своим друзьям. Вот это то, что у меня получилось. Я скидываю и перемешиваю яблоко. деда Саша и его дом открыты для всех, кто с добром и любовью. Так же, как и с любовью я готовлю этот пирог и начинку к нему. Приготовив начинку, вы видите, что яблоко является здесь основным компонентом, хотя вроде бы я сказал, что я начинаю спасать лимон. я беру на такой объем две или даже три формы. Этого будет достаточно. Вы можете взять форму большего размера, это тоже будет удобно. И немножко, совсем по чуть-чуть, наливаю сюда масло. Масло нужно только для того, чтобы смазать борта. Борта формы. Масло можно использовать так же, как подсолнечное, так и сливочное. Если у вас осталось сливочное масло, например, вы использовали, растворили 100 грамм, вывели грамм 80 в состав, а остальное вы можете использовать для того, чтобы смазать форму. как всем уже понятно, я вываливаю это на дно. То есть, я не выливаю сначала тесто, а наоборот, я сначала кладу начинку. Смысл этого в том, что тесто, из-за того, что оно тоже довольно жидкое, оно пройдет внутрь нашей начинки, и начинки будет много. Для того, что у нас я добавил разрыхлитель, тесто должно подняться. И, соответственно, его будет достаточно, даже если положу не очень большой объем. Я вам сейчас это продемонстрирую. Мое тесто уже начало потихоньку затвердевать. я добавлю сюда еще чуть-чуть масла. Обычного подсолнечного масла. Немного. Теперь я выкладываю свое тесто на начинку. Я стараюсь распределить его равномерно, чтобы хватило на все три формы. Понятно, что удобнее использовать для этого не обычную ложку, а специальные приспособления. Вот типа такого, как есть у меня в руке. Оно даст возможность собрать все тесто из емкости. Существует много разных компаний, которые производят эти приспособления. Тот, кто смотрит YouTube и мой канал, канал Деда Саша, будут счастливы увидеть наших спонсоров в дальнейшем на этом канале. Теперь размазав естественно, что куда без пальца. Еще говорят, помните, как не поваляешь, не поешь. Но в данном случае мы валять ничего не будем. Вы видите пироги, которые готовы отправить в духовку. Я открываю горячую духовку, которую, как вы обратили внимание, я включил, когда начал готовить начинку. И засекаем время. Наш пирог практически готов. Для того, чтобы это проверить, я использую зубочистку. Если у вас нет зубочистки, попробуйте пихнуть туда спичку. Будет то же самое. Вы уже видите, что пирог практически готов, и я могу его вытаскивать из духовки. Тесто очень хорошо поднялось. Мы видим готовый пирог, который можно уже подавать к столу. Но я добавлю последний штрих. Я насыплю сюда немножко сахарной пудры, которая придаст еще более красивый цвет и привкус этому пирогу. Не делайте это сильно заранее, старайтесь так поступить, когда вы уже выставляете его на стол или везете его к друзьям. То, что я сегодня и сделаю. И вот пирог окончательно готов. С вами Деда Саша в жизни, Ютьюбе и на Фейсбуке. До новых встреч и я обещаю, что мы скоро увидимся. Субтитры Субтитры